Но Коско, наверное, раз в 5 лучше. Доброе утро, вечер! Или где вы смотрите нас сегодня? Сегодня мы пришли на открытие нового магазина первого в Ниагаро-Полсе. Коско. Похожий аналог в Киеве, наверное, будет Ашан. Или Метро. Да, или Метро. Сегодня мы пришли посмотреть на то, как его сделали, насколько оно огромное здесь будет. Теперь точка Ниагаро-Полсе для Америки и для Канады. Итак, ребят, мы внутри Коско. Людей достаточно много, но не прям крейзи. Нет такого, что не поддерживается за социал дистанцией, все в масках, в основном. Да, дистанция соблюдают. Мы хотели такую тему вам показать. Коско здесь, в Северной Америке, у них есть свой собственный бренд. Называется Кирклэн. Чтобы вы понимали, Кирклэнд делает все. Они настолько саб-бренд Коско, что им очень удобно делать от пряников до самого элементарного, как туалетная бумага, ихнего бренда. Кирклэнд Сигнатур Бейкери. И точно так же есть, например, фильтры для дома. Компании Кирклэнд Сигнатур. Мы будем продолжать ходить по магазину и будем снимать, что есть. Какой выбор. Хоть и съемка запрещена немного в магазине, но мы попытаемся для вас снять что-то интересное. Кирклэнд. В общем, смотрите. Еще один такой вопрос, о котором мы хотим поговорить. Это ты не можешь сюда попасть, в этот магазин без пропуска. Точно так же, как метро у нас в Украине. Вам нужно покупать пропуск, который один стоит 60 долларов. Называется Gold Star просто. Executive 120. Чем они отличаются? На Executive она немножко поинтереснее, потому что ты можешь получать кэшбэк на все, что ты покупаешь. Тебе приходят экстра сейлы, то есть экстра скидки от компании. И доступна карточка компаньона. То есть ты можешь взять одну карточку себе за 120 долларов и вторую взять своей жене, девушке, другу. На обычном Gold Star, который за 60 долларов. Единственное, что вам позволяет, это сделать карточку своему другу или же жене, либо же какому-то вашему компаньону. А все остальные плюшки и бенефита, к сожалению, но их нет. Но все равно вы можете пользоваться заправками Коско, всеми их сервисами, которыми есть внутри магазина. У них еще, кстати, есть, мы забыли об этом рассказать, аптеки, которые в Канаде очень даже востребованы. Люди elderly, которые немножко в возрасте, они ходят только в Коско, потому что это выгодно, и они за это уже платят. Мы подошли к стеллажу, где продают компьютерные кресла для стола, которые до этого стоили 180 долларов. Сейчас он на скидке 40 долларов off. Очень хороший дел. Кресло выглядит шикарно. Очень много разных настроек. Ты садишься, и прямо все твои рычажки находятся под тобой. Очень удобно, и тем более за такую цену того стоит. Мы подошли сюда, было 10 коробок. Здесь осталось последние 3. Просто за 5 минут. За 5 минут, да. Это Костко. Ребята, и так, мы только что вышли из Костко. Людей достаточно много, как для утра пятницы, но не было захламлено, ничего такого дистанция между людьми. Все в масках, само собой. Магазин очень просторный. Все новое, все чистое. Приятно видеть, когда все такое реновейтнутое. А в Костко нету пластиковых пакетов. Единственным способом загрузить свои вещи, либо же ложить их сразу же себе в багажник, пользоваться reusable пакетами, которые шьют. Но самое интересное, что можно попросить работников самого Костко дать тебе коробку, в которую ты можешь сложить вещи. Мы купили кресло и немножко продуктов. и посмотрели главная достопримечательность. Это новая Костко, Niagara Falls. Субтитры создавал DimaTorzok